Позвольте передать слово представителю Израиля. Господин председатель, год назад, в июле прошлого года, мы стали свидетелями жуткой картины, когда гражданский самолет был взорван в небе над Украиной. 283 пассажиры, 15 членов экипажа погибли в этом инциденте, и боль их семей продолжается и сегодня. Среди них 80 детей, 80 бесценных мальчиков и девочек, жизнь которых оборвалась. Я являюсь представителем оскорбящих наций, я присоединяюсь к коллегам и выражаю поддержку расследованию для того, чтобы виновные были призваны к суду. Падение гражданского самолета – это не просто трагедия, это намеренное нападение. Это нападение пыталось нарушить правопорядок в небе и вселить в страх у тех, кто использует воздушный транспорт. К сожалению, мы в Израиле слишком знакомы с попытками использовать насилие для того, чтобы парализовать нормальную жизнь. Мы учимся, исходя из этого болезненного опыта. Мы знаем, что если не принять меры сейчас, последствия будут еще более серьезными. Год назад 298 человек погибли во время полета. Пассажиры злополучного рейса говорили на разных языках, имели разные точки назначения, разные планы. Но у всех них было, в общем, одно – это все невинные граждане, которые просто жили свою жизнью. Одних из пассажиров самолета. А Тамар Авнон – 27-летний гражданин Израиля. И Тамар возвращался в Австралию, где он учился на втором курсе в Свинбургском университете в Мельбурне. Он возвращался в Израиль на свадьбу друга, а также, чтобы навести 96-летнего дедушку в Хайфе. Он посетил свою семью в Нидерландах, к сожалению, в последний раз. Хотя его жизнь была короткой, он жил полной жизнью. Возможно, благодаря его увлечениям, поездкам и футболам, или благодаря его друзьям. Он жил полной жизнью и дарил любовь и радость всем, кто его окружал. Светлая память и ему, и всем погибшим. Господин председатель, мы благодарим и поддерживаем тех, кто участвует в расследовании этого жуткого инцидента, и приветствуем достигнутый прогресс. С нетерпением ожидаем итогового доклада. Я благодарю представителей Израиля.